Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 октября 2023 года. Сегодня понедельник. Я поздравляю вас с этим днём, с началом рабочей недели. А также, вы знаете сегодня какой праздник? День рождения электронной почты. Вы думаете, электронная почта была всегда? Она появилась только в 1971 году. Некоторые думают, и Ютуб был всегда. А ведь Ютуб появился только 14 февраля 2005 года. Он совсем-совсем молоденький. Я вам как-то рассказывала, что я сыну говорю, что в советские времена во время перестройки в магазинах практически ничего не было. Приходишь, там уксус один стоит. Он говорит, мам, ну а что, нельзя было заказать по интернету, что ли? Молодёжь думает, что всегда была такая жизнь, как сейчас. Так что, ребят, с праздником вас, с началом рабочей недели и всего самого-самого хорошего. Но давайте сейчас с вами немножко поговорим. Мы с вами от экзаменов, от ВНЖ плавно перешли к денежкам. Ну, такая проблема была. Пенсии задержали. Не могу я вас сегодня поздравить с переходом пенсии. Ждём. Я думаю, что на этой неделе они всё-таки придут. Кто-то из моих зрителей канала написал, Тамара собирает лайки, чтобы деньги заработать. Я думаю, к чему он человек сказал? Ведь Ютуб не платит за лайки. И недавно узнала, что за лайки платит ТикТок. Вот. Но Ютуб за лайки не платит, за подписки не платит, за комментарии не платит. Хотя я призываю вас это сделать, потому что мне самой будет приятно. Ну, и вам, наверное, тоже будет приятно, что ваш комментарий все прочитают. Так что пишите хорошие комментарии, да? Вот. И как-то вам сказала, что вы можете тоже завести свой Ютуб-канал, правильно? И тоже зарабатывать деньги. Но чтобы зарабатывать деньги, надо достичь этого. Нужна тысяча подписчиков. И за последние 365 дней 4000 часов просмотра. Не знаю, трудно это или легко. Некоторые говорят легко. Некоторые говорят, что, ну, несколько лет, а то и пять лет дожидаются монетизации, пока вот эти часы наработают. Ролики должны быть интересные. Ну, не знаю, насколько вам интересны мои ролики, но я вас призываю все равно на свой канал смотреть, потому что я рада с вами встретиться. Я благодаря своему каналу познакомилась с очень хорошими, добрыми людьми, с которыми мы в одной упряжке. То есть мы сдаем экзамены, заполняем документы для ВНЖ, вместе переживаем, вместе сочувствуем друг другу, вместе поддерживаем друг друга. И вот недавно я разговаривала с одной своей подписчицей. Ну, я вам как-то говорила, что у меня подписчики пишут не только комментарии, но и пишут на почту, звонят в Телеграме, в Скайпе. И вот с одной подписчицей мы как-то разговаривали с Наташей. И я говорю, вот я стала новую программу делать, работать на другой программе, именно монтировать видео. Кто создаёт свой канал, то знает, что это такое. Вот, ну как-то мне с трудом даётся эта программа. Она говорит, дорогу осилит идущи. У неё тоже есть свой канал, она тоже ставит туда ролики, она тоже на монетизации, поэтому она меня понимает. И вот это и выражение, дорогу осилит идущи, вы знаете, я решила применить к тем, кто сейчас сдаёт экзамены. Кто говорит, что это очень трудно. Но я вам всегда говорила, что курочка по зёрнышку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый день, понемножку. И вы выучите, сдадите. И вот я разговаривала с Наташей, и она предложила, ну и я попросила её, наверное, в нашем разговоре, не помню, чтобы она обратилась к моим зрителям, к моим подписчикам. Она уже сдала экзамен, и вот что она вам пожелает, мы с ней созвонились, она прислала голосовое сообщение, и я хочу, чтобы вы послушали. Здравствуйте, подписчики Тамары. Я тоже её подписчица. Меня зовут Наталья. Несмотря на то, что латышский я изучала и в школе, и сама учила по жизни, и на курсы несколько раз ходила, но на аплицибу я не сдавала. Я просто для себя училась. Но говорить я боялась. И вот когда, вот год назад всё это началось, я не решилась сразу сдавать экзамен на аплицибу. Я села за учебники. И больше полгода до апреля я тренировалась. И я пошла сдавать в апреле, и всё равно мне было страшно. Хотя я себе говорила, ну, на А2-то я сдам. Пила валерьянку. И я сдала с хорошими показателями, но экзамен долго ждала ответа. Больше полтора месяца было. Нет, больше месяца. Вот. Сейчас мы знаем, что кто не сдал, даётся ещё попытка. И два года даже даётся в запасе. Много людей все задания сдают хорошо и нормально. Но вот с письмом просто проблема. Для меня это задание письменное не было сложное. Я помню, что я вышла из кабинета, ну, и сидящим вот тоже со мной, которые сдавали, говорю, шат стац, надо гарунзыны. Вот я не помню, просто вылетела из головы. Ну, я поставила. А домой, когда пришла, сразу в словарик залезла. Фу, выдохнуло, надо. Вот. Так что, что хочу сказать. Стоит запомнить, в каких спряжениях глаголов в конце стоит гарунзыны. Там всё логично. Я себе распечатала из одной книжки грамматика латышского спряжения с окончаниями. И вот она у меня была всё время под рукой. Вот. Если есть проблема с письмом, то стоит сделать на это акцент в учёбе. Ну, и другие задания тоже подтягивать. Мы все знаем Елену Торлецкую, учительницу такую. И у неё есть видео с заданиями по экзаменам. На красном фоне заставка. Она делала эти видео год назад. В этом году она сделала на бордовом фоне. Но на красном мне нравится больше. Я по ним училась. И вот видео с красной заставкой. Там, где задания письменные. Разбор у неё просто классный. Она показывает, как, используя уже имеющиеся в задании слова, в тексте, который даётся, да, в задании, как это использовать, как эти слова использовать. Там уже всё есть. Игарум Зимы, и правильное написание, да. Вот. И она вот это вот обучает. Это просто вот у неё очень классно. Может, кто-то ещё учит, но вот я у неё первый раз увидела. И я пользовалась, вот этими её советами пользовалась. Ещё даже до выхода из дома у меня было в три часа экзамен, да, и я сидела, училась. И когда на экзамене мне попадались задания, я была очень удивлена, что они похожи по тем, которые вот на красном фоне. Ну, может, ещё и повезло. Ещё я хочу сказать, что я готовилась по материалам сайта Лайпа. Там задания А2, ну, просто жесть сложные. Ну, это меня взбадривало, если я могу сложные выполнить, то простые, ну, на экзамене не такие сложные. Вот. Ну, там никто не проверяет, там это для себя. Можно и не выполнять, можно ещё раз пройти. Ну, я советую. Мне когда дали этот сайт, он меня, я на нём сидела, наверное, месяц, он меня прям очень-очень подтянул. Вот. По оруношению, что я хотела сказать, стоит тренироваться говорить с чужими. С незнакомыми людьми очень легко, ну, как бы легче. Короткими фразами. Если я что-то не понимаю, я говорю «Адкартует лудзу вэлрейс» или «Юс варсет лэнны лудзу» «Эсттулкою». И люди, всё нормально. Никто меня не бьёт за это. Вот. И это... Я чувствую свою маленькую победу, что я преодолеваю, я боюсь говорить, но я иду навстречу своему страху и ощущаю, что мне это нравится. Раньше, если кто меня спрашивал, я боялась ответить неправильно. Ну, если кто-то дорогу спрашивает, например. Я боялась сказать неправильно. И поэтому сразу переходила на русский. А сейчас отвечаю сколько могу. Вот. И... как бы это меня вдохновляет. Сейчас мы учим, издаём язык для документов на ВНЖ. это важно. Но язык нам нужен и в дальнейшем пригодится. Наши вот эти усилия, они нам пригодятся в дальнейшем. Сейчас уже многие сайты на латышском. И всё остальное. И дальше так и будет. И нам будет легче, когда мы понимаем язык. И мы справимся. Я уже сейчас ощутила на себе результаты моей работы. Я стала лучше понимать, читать текст, отвечать, спрашивать. И меня это радует. Я вам желаю всё преодолеть, всё сдать и получить ВНЖ. У меня сейчас такой этап, что я на этапе получения IT-карты.